В этом ролике мы расскажем о методах работы с металлоискателем Force Core в полевых условиях. Включаем устройство. Сначала проведем испытание в режиме дискриминации 2. Это двухтоновый режим дискриминации, в котором металлоискатель подает сигнал низкой частоты при обнаружении железа, а при обнаружении цветных металлов другой однотонный сигнал. Перед тем, как приступить к поиску, настроим баланс грунта. Теперь переведем устройство в режим дискриминации 3. Это трехтоновый режим дискриминации, в котором металлоискатель подает различные сигналы для черных металлов, цветных металлов и золота. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я покажу, как использовать металлоискатель Force Core для поиска во влажном береговом песке. Включаем металлоискатель. Выбираем режим проводящего грунта. Этот режим предназначен специально для поиска в почвах с высокой электропроводностью, таких как влажный береговой песок. Выполняем автоматическую балансировку по грунту и начинаем поиск. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для поиска в сухом песке вы можете с успехом использовать и другие режимы. Ложных сигналов в этом случае не будет. Для примера установим режим дискриминации 3. Настраиваем баланс грунта в автоматическом режиме и начинаем поиск. Теперь давайте посмотрим, как и для чего следует использовать режим пинпоинт. Режим пинпоинт предназначен для определения центра или точного местоположения цели. Для этого после обнаружения цели отведите поисковую катушку в сторону и нажмите кнопку включения режима пинпоинт. Затем, удерживая кнопку нажатой, поднесите катушку к месту, где находится цель. По мере приближения катушки к центру цели, звуковой сигнал усиливается, а его тон повышается. Когда катушка находится над центром цели, громкость сигнала достигает максимума. Повторите этот процесс несколько раз с разных углов по отношению к цели. Таким образом, вы получите максимально четкое представление о местоположении цели. Субтитры создавал DimaTorzok